МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого канала в воскресное время я, Валерий Фадеев. Здравствуйте! Мы расскажем вам о главных событиях прошедшей недели. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Вот эта улица. Вот этот дом. Наиболее нуждающихся 11 сидений. После визита президента жители Бараков в Ижевске готовятся к переезду. Я надеюсь, что это не остановится ни на нашем доме, ни на нашей улице. Язык змеи. По большей части это чушь. У нас нет никаких веских доказательств. СНН ловит на очередной утке. Но и Белый дом не отстает. Общество любителей лжи. Что кроется за заявлениями о новой химатаке в Сирии? Откровенно говоря, лучшего повода, чем новая химатака, или химатака, которую можно было бы приписать режиму Асада, просто не найти. Секретные материалы. Я выстрелил два раза в голову и в корпус, в районе грудной клетки. Откровение палача. Взрыв в Киеве и веселая вдова в деле об убийстве беглого депутата Вороненкова. Новая золотая лихорадка. Карта или наличная. Можно заплатить биткоинами. Что такое биткоин? Виртуальный мыльный пузырь или реальный шанс разбогатеть? Что может быть более эффектно, чем выпустить свои деньги? Вы можете выпустить свои деньги, свою акцию, свою облигацию. Кручу-верчу. В протоколе было написано, они крутили спиннер, но ничего не откручивали. Пустячок, а занятно. Как мир охватила новая мания спиннеры? Спиннер, который если у нас нет в наличии, то школьники плачут. Слезы школьника, это рабочее название, не шучу. Самые сильные впечатления. А Рональду край, 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 край. Самые крутые игровые моменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Самые сильные игроки и финальная схватка Кубника Федерации в России. Всё это покажет первый день. Начнём мы с самых впечатляющих кадров этой недели. Лето выдалось буйное. На Москву опять обрушилась буря. Как утверждают синоптики, шторм принёс в столицу 90% месячной нормы осадков. И это рекорд. Такого ливня не было полвека. Над городом и областью прошли три грозовых эшелона. За мгновение становилось темно, как ночь. Поровые ветры достигали 22 метров в секунду. Поварены деревья. Затопило улицы. И опять есть погибших. В Подмосковье трёх человек убило ударом молнии. Ещё один мужчина погиб в столице. Циклон накрыл почти все области центральной России. Пострадали в общей сложности 22 человека. В некоторых районах выпал град размером с Черешка. Ветер обрывал линии электропередачи. В Московской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Калужской областях без света на несколько часов остались десятки населённых пунктов. Сильные дожди на юге России. В ингушском посёлке Икажево горная река вышла из берегов. На улицах мощные потоки. Накануне режим ЧАЭС был объявлен в трёх районах Новгородской области. Там размыты дороги. В воде десятки домов. Выходные дожди со шквалистым ветром обрушились на Алтайский край. В Барнауле и Новоалтайске поварены деревья. Сорваны крыши. На улицах поток. Бурную неделю запомнят и на Урале. Град в Челябинске повредил 800 домов. В Европе тоже и досталось. Тропические ливни прошли в нескольких странах. Особенно сильные в Германии. В Берлине дождь парализовал движение. Судя по кадрам, которые выкладывают в интернет, на улицах можно было утонуть. Женщина с зонтом пытается не промокнуть. Но после такого зонт уже точно не нужен. В городе появились настоящие водопады. Мощный поток хлынул в подземные переходы и вестибюли метро. На этой неделе продолжали обсуждать прямую линию с президентом. Тогда прозвучало обращение жительницы Ижевска Анастасии Ватинцевой. Она рассказала президенту, в каких условиях живет ее семья. Летом сыро, зимой холодно, щели в стенах, топят печь круглосуточно. Но все равно выдувает. Дети постоянно болеют. Владимир Путин обещал приехать и помочь в этой ситуации. И президент выполнил обещание. Во вторник он был в столице Утбуртии и заехал к Анастасии. Дома и на улице, во дворе или собравшись у крыльца, жители Ижевского поселка Восточный, известного теперь на всю страну, обсуждают последние новости. Поговорить есть о чем. Старые бараки и полузгнившие сарай, что окружает тут каждый дом, судя по всему, доживают свой век и скоро будут снесены. Надеюсь, что кто-то извинится следственно. Если барак подсунулся, наверное, и нас тоже в другое место пересели. О грядущем переселении судачит уже вся округа, а не только жители дома, обратившиеся к президенту во время прямой линии. Я надеюсь, что это не остановится ни на нашем доме, ни на нашей улице, что все люди, кто живут в таких страшных и опасных условиях, получат свою помощь. Про условия, в которых живут семьи с маленькими детьми, Анастасия и ее соседи рассказывали уже не раз. И в прямом эфире, и потом, отвечая на вопросы репортеров и чиновников, говорили обо всем, что кое-как скрученная электропроводка грозит внезапным пожаром, что обоими в квартирах просто маскируют гнилые стены, а прохудившаяся кровля давно не защищает от дождя. Вода течет, она течет прямо на подоконник, подоконник и вот сюда. Еще прошлой осенью власти признали, для проживания этот дом непригоден, но переселить его жители обещали только к 29-му году. Узнав об этом, президент заявил, что лично разберется в проблеме. Я к вам заеду. Я вот планирую быть в Ижевске. Я к вам заеду и посмотрю, что там у вас происходит. Вот там поговорим уже лично, хорошо? Договорились. В Ижевске этого визита ждали с нетерпением, надеясь, что услышаны будут и другие похожие истории. Только на этой улице и в ее окрестностях стоят 17 таких же обветшалых бараков, один хуже другого. Помощи ждут все, но разом решить проблемы целого поселка задача не из простых, и все же выход сумели найти. Владимир Владимирович, мы еще месяц назад приняли решение, что к столетию Калашникова будем реконструировать и строить проспект Калашникова. Он будет проходить через край этого поселка, и в этой связи мы будем, конечно же, развивать в комплексе эту территорию, и будем должны расселять людей, вне зависимости даже аварийный дом или неаварийный дом. Когда вы начинаете проект? Когда вы будете готовы? Проект мы постараемся сделать к декабрю месяца, и со следующего года, с 18 года, мы начнем расселять. Но кое-кто переехать отсюда сможет и раньше. В основном это семьи с маленькими детьми. Сколько таких семей особо не было? В трех бараках 11 мы считали. 11 семей, в первую очередь. Вы хотите начать эту программу с 18 года? С 18 года расселять. Совершенно верно. Всех? Всех. Ну а наиболее нуждающихся 11 семей, да? Да. Вот вы растерите до конца этого времени. Потому что вы будете вторичным рынком, и найдите свои республиканские деньги. Я вам помогу здесь. Принимать такие решения в ручном режиме не пришлось бы, если бы не колоссальный масштаб проблемы. Ветхое жилье в России – наследство прошлых эпох, и избавиться от него быстро не получится. Программа расселения аварийного жилья существует давно в России вообще, и Ижевске в частности. Вот эти дома почти в центре города уже расселены, а до осени под снос пойдут еще 70 таких же бараков. Но уже сейчас в списке аварийного жилья значатся больше сотни домов, на расселение которых денег в бюджете пока нет. Сейчас в России за федеральные деньги сносят дома, которые признали аварийными до 2012 года. 11 миллионов квадратных метров жилья. По объему это 25 тысяч таких бараков. Переселить нужно около миллиона человек. Программа выполнена на 80%, но список подобных лачуг продолжает пополняться. За пять лет накопилось еще 9 миллионов квадратных метров. Почти столько же, сколько было до этого. А к 35-му году эта цифра, по прогнозам, может вырасти в 10 раз, когда такие развалюхи окончательно придут в негодность. Все падает у нас, все трясется. Посмотрите, все течет, бежит, по стенам течет, бежит. В этом доме одно крыло недавно сгорело, но в другом продолжают жить несколько семей. Грибы на стенах – красноречивый символ локальной разрухи. Темнота, сырость и затхлый воздух. В тесной квартире, напоминающей землянку, растут дети. Холодно, и зима тут постоянно. Обычное отопление бесполезно тоже. В будущем в России должен появиться единый отлаженный механизм расселения аварийного жилья. А пока основное время ложится на местные власти, которые ищут способы помочь обитателям таких домов. Мы осознаем, что ожидать федеральные деньги – это путь неправильный. И работаем уже над своими программами – региональными, муниципальными. Мы не можем обещать, что мы сейчас все дома признаем аварийными и всех расселим. У нас нет просто для этого средств. Но, конечно, вне зависимости от того, будет программа или нет, те объекты, которые находятся в критичном состоянии, мы обязаны людей расселять. Даже если они по каким-то причинам не признаны аварийными. И мы так это будем делать. Девушка, что подняла проблему ветхого жилья во время прямой линии, сможет теперь сменить обстановку. В тот день, когда президент посещал Ижевск, она праздновала день рождения и в качестве подарка получила путевку в Сочи для всей семьи. Быть может, после возвращения она уже сможет справить новосерие. Павел Краснов, Сергей Мухин, Кирилл Зельвянский, Виталий Зайцев, Надежда Каширская, Беркан. Ижевск – это один из центров российской оборонной промышленности. Здесь важнейшая площадка концерна «Калашников». На этом заводе Владимир Путин провел встречу с руководителями оборонных предприятий и машиностроителями. Есть хорошие результаты. В этом году по сравнению с прошлым рост на десятки процентов производства вагонов, автомобилей, автобусов, грузовиков, растет производство техники для освоения Арктики. Военная техника. В этом году зенитно-ракетные комплексы ТОР впервые прошли на параде по Красной площади. Эротрост – не просто статистика. Это рабочие места. Это высококвалифицированные рабочие места. Это хорошая зарплата. Это благосостояние семей. Большинство предприятий машиностроительного комплекса и в Ижевске, и в других регионах смогли адаптироваться и к внешним ограничениям, и к другим сложностям. Традиционно сильные позиции у нас в оборонном машиностроении. За последние годы здесь проведена модернизация производственных мощностей, взят курс на диверсификацию и расширение выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. В результате в прошлом году объем производств в АПК вырос. Военные продукции на 9,5%. Гражданские – почти на 17%. Портшель заказов только концерна «Калашников» составляет сегодня 300 миллионов долларов. Это в шесть раз больше, чем до принятия санкций. Концерн лишился своего главного зарубежного рынка – американского, куда поставлял спортивное оружие. Но нашел другие. Президент обратил внимание на большой потенциал экспорта. Предприятия машиностроительного комплекса должны существенно нарастить свой экспортный потенциал. За четыре месяца текущего года экспорт гражданской машиностроительной продукции вырос на 17%. До 4,5 миллиардов долларов. Но у нас, безусловно, есть возможности и резервы для того, чтобы увеличить эту цифру. Для поддержки экспорта промышленности утвержден комплекс мер с финансированием 20 миллиардов на 2017 год. Знаю, что этого мало. Знаю. Подумаем, что еще можно предпринять для укрепления позиции отечественных машиностроителей на глобальных рынках. Одним из приоритетов развития промышленности президент считает привлечение на предприятия молодежи. Путин говорит об этом с бизнесменами не впервые. Но совместных программ сотрудничества школ и вузов с заводами все еще недостаточно. Я совсем недавно встречался с педагогами из различных школ разных регионов Российской Федерации. Все в один голос говорят, недостаточно контактов с крупными, с мелкими, со средними, особенно высокотехнологичными предприятиями недостаточно. Они их даже там не ощущают почти, их очень мало. Но я знаю, что те, кто здесь присутствует, работают над этим. Но хочу вас еще раз попросить уделить этому больше внимания. Новая трагедия по старому сценарию. Самолеты западной коалиции, которые возглавляют США, вновь бомбят сирийские города и поселки. По меньшей мере 40 мирных граждан погибли в результате удара по деревне в провинции Дер-Эзор. Большинство жертв женщины и дети. Раненых десятки. А в ООН объявили об ухудшении гуманитарной ситуации в городе Рак. Западная коалиция ведет наступление и только в июне погибли 173 мирных жителей. Так подчеркиваются эти данные очень приблизительные. Реальное количество жертв может быть в разы больше. А что же Вашингтон? Он предпочитает всему свои страшилки. На неделе Белый дом предупредил сирийского президента Асада, что если тот совершит химическую атаку, сильно об этом пожалеет. Откуда вообще эта история? Сирийские власти не раз заявляли, что у них нет химического оружия. В свое время оно было вывезено из Сирии под международным контролем. Недавний инцидент с отравляющими веществами в апреле обвинили Асада. Но голословно расследований не было. Почти наверняка это боевики отравили население. Вашингтон использует нехитрый рецепт. Объявляешь, что режим Асада хочет применить химическое оружие. Угрожаешь нанести по нему удары, если он это сделает. Когда спрашивают, а какие у вас доказательства? Делаешь загадочное лицо и говоришь, я не могу предоставить доказательства. Это секреты спецслужб. Асад говорит, что он и раньше не применял, и сейчас не собирается применять химическое оружие. И заявляешь, это мы заставили режим Асада отказаться от применения химических боеприпасов. И это хороший вариант. Мягкий. Хуже было бы, если бы сразу начали бомбить. Антон Верницкий о том, как устраивают опасные провокации. Почему собака виляет хвостом? Потому что собака умнее хвоста. В этом году исполняется ровно 20 лет с момента выхода на экраны в 97-м фильме «Вокзе Дог» «Хвост виляет собака» или в российском прокате «Плутовство», в котором герои Дастина Хоффмана и Роберта Де Ниро вынуждены придумывать войну в телевизионном эфире, чтобы отвлечь внимание от скандала с президентом США. 20 лет назад не было ни интернета в его нынешнем виде, ни популярной ныне фразы, фейковые новости. Но как всё похоже на то, что происходит сейчас в Соединённых Штатах? Кризис. Кризис. Абсолютный кризис. Какой кризис? Это я пока не придумал. В художественном фильме одним из вариантов кризиса стала придуманная бомба в чемодане. В нынешней американской реальности химическое оружие, которое якобы есть у Асада. Ответственность за любую последующую атаку против народа Сирии будет возложена на Асада, а также на Россию и Иран, которые помогают ему убивать собственный народ. Это было бы смешно, если не было так серьёзно. И вот корабли и авиация США приведены в боевую готовность, а Пентагон заявляет, что зафиксирована некая активность на авиабазе Шайрат, той самой, по которой американцы уже наносили ракетный удар в апреле под тем же предлогом. Откровенно говоря, лучшего повода, чем новая химатака, или химатака, которую можно было бы приписать режиму Асада, просто не найти. Сейчас официальная линия сводится к тому, что США не воюют ни с Ираном, ни с Асадом, ни с Россией, а борются конкретно только с исламским государством. Но на самом-то деле всё не так. Никаких доказательств якобы подготовки правительственных войск Сирии к химатаке Соединённые Штаты так и не предоставили. Видимо, опасаясь ошибки администрации президента Буша в 2003-м перед вторжением в Ирак, когда госсекретарь Колин Пауэлл тряс в ООН пробиркой с белым порошком, уверяя, что это оружие массового поражения, которое скрывает Саддам Хусейн. Всё испортил сам Пауэлл, признавшись через 10 лет, что никакого оружия у Хусейна не было. Вот почему верить американцам на слово в нынешней ситуации было бы странно. Помните, как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло, и когда они стали уже говорить, у кого сколько очков, кто-то сказал, у меня 21. Он говорит, покажи. Вот у нас принято верить на слово. И тут Василий Иванович попёрла карта. Да, помните, как это было? Вот что-то похожее сейчас происходит с обвинениями асадов, применение химического оружия, о чём я говорил, и кто обвиняет нас и других во многих грехах, они руководствуются вот этой самой максимой в том, что в приличном обществе принято верить на слово. Ну, Рональд Рейган сказал великую фразу «доверяй, но проверяй». Поэтому мы всё-таки будем только доверять фактам, а не верить на слово. Эксперты не исключают, что информационная подготовка к атаке на Сирию связана в том числе и с подготовкой к первой личной встрече Трампа и Путина на саммите Большой Двадцатки в Гамбурге. Я уверен, Трамп замышляет некое соглашение с господином Путиным. Какое, ещё неизвестно. Но ясно, что ситуация в Сирии опасна. На маленькой территории действуют две крупнейшие в мире военные силы и велик риск конфликта. Мне непонятна наша политика. Масло в огонь подлила и статья во влиятельной немецкой газете «Вельд Амзонтек», журналисты которой провели расследование удара по сирийской базе «Шайрат» в апреле. Тогда Трамп отдал приказ об атаке после того, как в эфире были показаны кадры якобы применения «Зарины» сирийскими военными в Хан-Шейхуне. Спецслужбы США предупреждали президента, нет никаких доказательств, что ВВС Асада использовали химическое оружие. По информации разведчиков, скорее всего, 4 апреля сирийские лётчики бомбили место сходок исламистов. Тем не менее, приказ-то был отдан, то есть разведка США всё знала, но опровергать поддельные кадры якобы последствий применения «Зарины» сирийскими войсками никто не стал. Так и увидел весь мир, как бородатые люди делают искусственное дыхание якобы пострадавшим от одного из самых опасных в мире отравляющих веществ и при этом сами остаются в живых. Организация по запрещению химического оружия даже заявила на этой неделе об окончании расследования событий в Хан-Шейхуне. Выводы комиссии сводятся к тому, что люди отравились всё-таки зарином или похожим ядовитым газом. Причём авторы доклада настаивают, что обработали огромный массив информации, внимание, из интернета. Мы все это помним. Ролик, где врачи оказывают помощь пострадавшим детям, крупный план, искажённые боли детские лица и глаза с широко расширенными зрачками. Но это ведь совершенно противоположно поражающему эффекту «Зарины», когда, наоборот, зрачки сужаются до размеров булавочной головки. И ничего, ни слова не говорится об этом докладе. А ведь этот ролик обошёл весь мир. И говорят, что, глядя на эти кадры, президент Трамп в своё время принял решение о нанесении ракетного удара. В российском медиа уже подчеркнули, что даже беглое знакомство с текстом этого доклада говорит о тенденциозном характере. Выводы, цитата, по-прежнему основаны на весьма сомнительных данных, полученных не на месте трагедии, а в некой соседней стране. Сирия и Россия сами пригласили экспертов из ООН на авиабазу «Шайрат». Никто не мешал им приехать и осмотреть аэродром, с которого якобы взлетали самолёты с химическими бомбами. Но проблема в том, что эти специалисты по химическому оружию отказались приезжать туда. Причём в МИДе не исключают повторения инсценировки отравления. Ведь ещё в 2013 году провокация с применением до сих пор неизвестной кем химического боеприпаса «Восточной Гути» едва не стала поводом для начала военных действий США в Сирии. В МИДе даже называют возможные места появления пострадавших от псевдо-ударов Асада. Не исключено, что речь может идти о населённых пунктах Саракаб и Ариха. Но самое главное, вся мощь всех ведущих мейнстримовских каналов, и, конечно, я думаю, к сожалению, не последнюю скрипку будет в этом играть телеканал CNN и его обозреватели, вся мощь будет направлена на формирование картинки, ужасающей картинки, которая должна будет доказать преступление режима. Потом начнутся действия. Так вот, по некоторым данным, вот эти вот высоко художественные съёмки, подобные провокации уже заготовлены. И здесь вновь приходится возвращаться к фильму «Хвост виляет собака». Ведь всё, что происходит сейчас наяву, словно списано с его сценария. И видеозаготовки, и даже борьба американского президента с оппозиционными ему СМИ. И здесь сложилась парадоксальная ситуация. Помимо фейковых, то есть лживых, мировых новостей, американские каналы с удовольствием тиражируют и не менее лживые новости внутренние про того же президента Трампа. На этой неделе появилось несколько записанных на скрытую камеру откровений американских журналистов. Вот, например, продюсер новостной программы «Новый день» CNN. О том, как сотрудники крупнейшего в США кабельного канала относятся к Трампу. Мы все признаём, что он клоун до смешного, не готовый к этой работе. И все мы прекрасно понимаем, что он просто законченный псих. 90% сотрудников считают его невменяемым. Я, мой директор, коллеги. Тогда что вы скажете про умственные способности американских избирателей? Ой, да все они тупые, как пробка. И вот этим американским избирателям внушалось и внушается до сих пор, что Трамп чуть ли не ставленник Путина. Вы правда верите во всю ту чушь, что пишете о России? Это может быть чушью. Сейчас, по большей части, это чушь. У нас нет никаких веских доказательств. Если бы у нас было бы что-нибудь действительно серьёзное, это бы кто-то слил. Я не видел ни одного доказательства связи президента с русскими. Тем не менее, я знаю многих, кому он не нравится и кто хотел бы, чтобы он ушёл. Речь о скандальной статье, в которой команду Трампа обвинили в связях с Российским фондом прямых инвестиций. Три журналиста, которые готовили этот материал, в итоге были уволены. Но осадок, как говорится, остался. Вот так, на фоне информационной подготовки вторжения в Сирию, Трампу приходится отбиваться ещё и от СНН. Хотя, возможно, и всё наоборот. Для того, чтобы отбиться от нападок, ему приходится готовить войну в Сирии. Трамп, который хочет показать, что он тоже может эффективно бороться с международным туризмом, прибегает к такого рода устрашающим актам. Мне кажется, что здесь Трамп оказался в своего рода политической ловушке. Вопрос, знает ли сам Трамп выход из этой ловушки. И что потом? Ведь не зря издание National Interest считает, что война в Сирии вступает в завершающую фазу. Зубоевики теряют контроль над ранее захваченными территориями. И дальше встаёт вопрос о будущем этой страны. Я не вполне понимаю, как США представляют себе свою роль в Сирии с точки зрения законности. Ведь они находятся там не по просьбе сирийского правительства. А вот Россия, да, её официально попросили. К тому же, и это, наверное, главное, в отличие от России, у США и конкретно Дональда Трампа, почему приказы военно-морские силы сейчас приведены в боевую готовность, похоже, до сих пор нет полного понимания того, что делать в Сирии дальше. Антон Верницкий, Фёдор Сухарников, Андрей Маслихов, Первый канал. С героями, имена которых государственная тайна, встретился президент Владимир Путин. В среду он приехал в штаб-квартиру услуги внешней разведки, чтобы поздравить сотрудников с 95-летием СВР. Влад государства отметил, он регулярно получает донесения от разведчиков, работающих, что называется, в поле. И каждый раз аналитика безукоризненно точна. Президент вручил награды разведчикам. Среди них звезда Героя России. Её вручили на закрытой части церемонии за доблесть и мужество. Имя разведчика и подвиг в материалах под грифом «Совершенно секрет». Специфика трудной профессии разведчика не предполагает известности. Неслучайно в дивизии нелегальной разведки такие слова – «без права на славу, во славу державы». Разведчики-нелегалы – люди особого склада, особой нравственной закалки и твёрдости духа. Всю свою жизнь они посвящают Родине. Многим жертвуют, от многого отказываются. Но отказываются во имя главного – служения Отечеству. Ведут повседневную, напряжённую, кропотливую работу, в которой нет выходных и праздников. Это скромные люди. Они не любят, когда их называют героями. Они говорят, что просто делают своё дело, как учили, и добиваются результата. Но хочу подчеркнуть, наша страна, наши граждане должны знать, что в рядах российской разведки служат настоящие бойцы, мужественные и честные профессионалы. Мы гордимся ими. Один из таких разведчиков стал настоящей легендой. К сожалению, на прошлой неделе он ушёл из жизни. Его имя – Юрий Дроздов. Он возглавлял нашу нелегальную разведку, создал группу «Вымпел», был резидентом в ключевых регионах мира и участвовал в блестящих операциях. Таких, как штурм дворца Амина в Кабуле. Юрий Дроздов за два дня до боя нарисовал схему его укреплений, что позволило 56 спецназовцам взять дворец, который охраняли 1200 человек. А на этой фотографии операция по обмену советского разведчика Вильяма Фишера, больше известного как Рудольф Абель, на американского лётчика-шпиона Пауэрса. Человек позади, точно в тени, Юрий Иванович. В этой истории, как считалось, важнейшую роль сыграл двоюродный брат Абеля, Дрифс. Он вёл все переговоры. Конечно, никакого кузена не было, а был советский разведчик Юрий Дроздов. Я старался держаться так, в стороне немножко, за машиной стоял. Николай Алексеевич пошёл, опознал Абеля на мосту. Так, американцы опознали своего и разошлись. А дальше всё как в кинофильме «Мёртвый сезон». После всей этой возни, когда всё закончилось, говорю, если я завтра утром просплю, то всё пройдёт хорошо. И я проспал. И спокойно проснулся только от серьёзного стука в дверь. Так быстро, небритый собрался и уехал. На этой неделе в Москву приезжал Генри Киссинджер, патриарх дипломатии. Он выступил на Примаковских чтениях и встретился с президентом Путиным. Интересно, когда Киссинджера, наконец, запишут в агенты Кремля? Он ведь уже 20 раз встречался с Владимиром Путиным. Киссинджер нам не друг. Он отстаивает интересы Америки. Но он понимает, что мир сложен. Что интересы есть не только у Америки. Что надо учитывать интересы других мировых игроков. И нельзя вести себя, как слон в посудной лавке. Проблема в том, что Киссинджер один из немногих по ту сторону океана. Кто это понимает? И он один из немногих, с кем можно вести разумный разговор. Но ему уже 94 года. А вот президент Франции Муниель Макрон назвал Россию агрессором в Донбассе. Заявил о непризнании Крыма. И заодно записал Анну Ярославну, дочь Ярослава Мудрого, в украинские принцессы. Но ведь совсем недавно он принимал в Версале Владимира Путина. И вел себя вроде бы выдержанно. Что за ветренность? Но Макрон здесь не первый. Современные западные политики не стесняются на лету менять свою точку зрения. Быть последовательным не модно. Современный политический стиль это лицемерие. Раньше этого смущались, а теперь нет. К слову, в соседней стране, на Украине, власти поняли, что можно лепить любую чушь. Что можно врать и ничего за это не будет. Ну, по крайней мере, некоторое время. Казалось бы, парадокс. Мы живем в медийном мире. Никакая информация не исчезает. Несколько кликов в интернете легко находятся, что говорили политики хоть вчера, хоть 10 лет назад. Но это никого не смущает. Информационный поток, а вернее сказать, информационный шум столь велик, что память наша становится короткой. Каждая следующая волна информации уничтожает предыдущую. Политики это поняли и врать не стесняются. Но только что делать с реальными проблемами? Они ведь никуда не денутся. А ветренность и легкомысленность не лучшие качества для решения серьезных задач. Необычайная ретивость молодого французского политика первое, что бросилось в глаза прямо с момента появления Эммануэля Макрона в Елисейском дворце. Еще не успев толком распаковать вещи, он буквально ринулся в большую политику. На следующий же день после своей инаугурации в Париже Макрон уже фонтанировал свежими идеями перед Ангелой Меркель в Берлине. На ее долгом политическом веку Макрон уже четвертый президент Франции. Канцлер, не скрывая умиления, долго слушала его амбициозные планы по реформированию Европы, после чего, вздохнув, резюмировала. Что ж, поживем, увидим. Мы практически ничего не знаем о Макроне, как о политике. Его опыт во власти постминистра экономики и финансов. А мировая дипломатия и внешняя политика для него дело новое. Пока ясно одно, он амбициозный политик, он очень уверен в себе. И он в состоянии произвести впечатление лидера более динамичного, более успешного, чем Аланд. Из Германии, где пока по достоинству не оценили его реформаторского порыва, Макрон спешит в Африку, к своим войскам. Со времен Наполеона, север черного континента, для французов знаковое место. И вот уже молодой главнокомандующий среди своих солдат в песках Мали. Потом была еще встреча с Трампом, где Макрон, рискуя суставами пальцев, восхищению своих подданных, с честью выдержал тест на ставший уже знаменитым первое трамповское рукопожатие. Макрон считается всеми кандидатом от правящей элиты. Реальный кредит доверия ему пока мал. Его пиарят как сильного президента, каковым он не является. Из-за Трампа Франция теперь нервничает и чувствует беззащитность, потому что Трамп сам может захотеть помириться с Россией. И Макрон постарался доказать свою независимость, пригласив Путина. Встречая российского президента на ступенях дворца в Версале, Макрон был на высоте. Элегантный и первое время учтивый, он держался молодцом и явно любовался сам собой. Правда, слово «я» на пресс-конференции по результатам трехчасовых переговоров он произносил значительно чаще, чем подобающее таким случаем слово «мы». А его уверенность в собственной способности ускорить решение тяжелейших проблем, начиная с Сирии и заканчивая Украиной, слишком очевидно контрастировала с отсутствием каких бы то ни было реальных результатов переговоров с тем, от кого решение этих проблем действительно зависит. Макрон новый президент, поэтому он, конечно, не совсем в курсе, хотя советники, наверное, супер. И он должен сам понимать, и потом он должен переговорить с друзьями в ЕС, и, может быть, США, чтобы полностью понять. Поэтому вот первые шаги нового президента, скажем так. Среди первых практических шагов нового президента его неожиданное заявление о том, что смещение Асада больше не рассматривается Францией как необходимое условие решения сирийской проблемы. Казалось бы, вот оно, решение не мальчика, но мужа. Однако пройдет совсем немного времени, и сразу после заявления Вашингтона о том, что Асад якобы снова готовит химическую атаку, тот же самый Макрон тут же бросится договариваться с Белым Домом о том, каким будет их совместный ответ на то, что еще пока не случилось. Это шоу-политик. Это человек, возникший, в принципе, из ниоткуда. Это человек, за которым нет реального политического наполнения. Поэтому, ну это вообще, да, это тренд. Это тренд, люди говорят, не думая. И это тренд не сегодняшнего, к сожалению, дня. Это тренд где-то последних нескольких десятилетий. С тех пор, как исчезли сдерживающие факторы, с тех пор, как задачей стало не столько управлять государством, сколько прийти к власти в процессе выборов, а там как Бог пошлет. И вот, наконец, на этой неделе Бог послал таки Макрону Порошенко. До этого момента французскому президенту еще не доводилось встречаться с теми, кому от него действительно было бы что-нибудь нужно. Знакомство с сильными мира сего в первую очередь было шансом заявить о себе для самого Макрона. Совсем иная история вышла с лидером Украины. Изрядно надоевший всем за последнее время Петр Порошенко довел свои отношения с европейскими коллегами до того, что Ангела Меркель недавно даже обмолвилась о том, что на Украине идет гражданская война. Для Киева это стало тревожным сигналом. Любая форма признания Западом того, что происходит на юго-востоке Украины гражданской войной, может закончиться для сведомых прекращением финансирования и ответственностью за военные преступления. Из Вашингтона Порошенко вылетел несолоно хлебавший. Выход – попытаться сыграть на эрогенной зоне молодого французского президента на его непомерных амбициях. Он будет невероятно амбициозен, он полон решимости оживить нормандский формат в отношении украинского конфликта. Я думаю, его внешняя политика будет носить очень активный характер. О своей решимости оживить нормандский формат Макрон уже заявлял после переговоров с Владимиром Путиным. И вот на этой неделе, благодаря визиту Петра Порошенко, ему наконец представился шанс озвучить свое представление о том, что для этого нужно сделать. Со свойственным ему ударением на «я» Макрон с папосом выдал на гора экстракт из давно подписанных минских договоренностей и пообещал, что в ближайшее время изложит на бумаге пошаговый план реализации того, что в реальности не работает вот уже три года. Здесь-то и настала очередь украинского гостя. На скорослепленную компиляцию из мирных минских соглашений, до сих пор не реализованных в первую очередь по его, Порошенко, в вине, он провозгласил формулой Макрона. И эта лесть сыграла с президентом Франции злую шутку. Сейчас необходимо понимать, что агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Мы также признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию, и в какой ситуации мы находимся. Назвать инициатора минских мирных договоренностей и участника нормандской четверки страной-агрессором, ничего не скажешь, сильное начало для того, кто хочет оживить этот формат. Макрон продемонстрировал всем, что даже близко не понимает сути того, о чем говорил. Минские соглашения, с которыми он так вольно обошелся, содержат пошаговый план разрешения конфликта. Украина сможет получить контроль над российско-украинской границей только после закрепления в своей конституции особого статуса Донбасса, амнистии участников вооруженного конфликта и проведения местных выборов. Если, спев под дудочку льнувшего к нему Порошенко, Макрон рассчитывал продемонстрировать России и Германии независимость своей позиции, то это ему удалось вполне. Отныне амбиции Макрона на украинском направлении и дальше будет удовлетворять Порошенко, в то время как реальным решением проблемы продолжат заниматься те, кто отдает себе отчет в том, что говорит. Евгений Баранов, Федор Сухарников и Александр Гусев. Воскресное время. В эфире Первого канала Воскресное время. Я Валерий Фадеев. Мы продолжаем рассказывать о главных событиях прошедшей недели. В Киеве очередное резонансное убийство. Взорван автомобиль. Погиб некто Максим Шаповал. Этот Шаповал непростой человек. Он руководил спецназом Главного управления разведки Украинского министерства обороны. А нам эта история интересна тем, что именно это управление отвечало за охрану беглого бывшего депутата Дениса Вороненкова. Он был убит в центре Киева в марте. Украинские власти, конечно, обвинили Россию. Абсолютно бездоказательно. Но сейчас начали всплывать интересные обстоятельства. Украинские журналисты провели свое расследование. По их информации, Вороненков вывез из России на Украину килограмм бриллиантов. Пытался их продать. И тут-то завертелась абсолютно криминальная история. Никакой политики. Только деньги. Убийство Шаповала прямо связывают с убийством Вороненкова и этим килограммом бриллиантов. Посмотрите расследование Валентины Соловьевой. Я выстрелил два раза в голову их корпуса в районе грудной клетки. Кличка Соболь. Настоящее имя Игорь Гончар находится в бегах. По его словам, именно он убил того, кто стрелял в Дениса Вороненкова. В нашем распоряжении оказалось полное видео его показаний. Он рассказывает, что заказ на убийство получил от своего руководителя из криминальной группировки. Премия 250 тысяч гривен. Это немногим более полумиллиона рублей. Накануне перед делом ему дали, как он выражается, пристрелять выданный пистолет. И в день Икс поставили работать вместе с незнакомым инструктором, который в последний момент показал цель Павла Паршова. 23.03.2018 года около 11 часов я находился возле отеля «Премьер Павлац», в котором он приехал на машине с инструктором на «Ленокен». Я выстрелил по команде инструкторов человека в капюшоне, который стрелял в Вороненкова. Стрелял из машины, расстояние 15 метров, высота примерно метр двадцать. После таинственный инструктор отвез Соболя на автовокзал и снабдил полсотни евро. Имя своей цели стрелок якобы узнал уже потом. Боксера Паршова я лично не знаю. И о том, кого я сработал, я уже узнал из средств массовой информации. И понял, что в следующем могу быть я. Поэтому я сразу уехал из города. И в данное время скрываю. В Киеве эти показания не прокомментировали. Во всяком случае, публично. Мы встретились с тем, кто нашел Соболя и обнародовал эту видеозапись. Сергей Соколов, бывший охранник-олигарха Бориса Березовского. А ныне специалист по безопасности. Он показывает на карте. Машина с Соболем во время убийства стояла за углом. Именно в ту сторону пытался бежать киллер Паршов. И пули охранника Вороненкова просто не могли до него достать. Уверен профессиональный телохранитель. Когда он падает, он оказывается около этого дерева. Вот смотрите внимательно. То есть, вот, он стреляет в живот. И вот он падает около дерева. Это вот здесь. Вот он лежит вот здесь, да? Ну там далеко видно, угол вроде не закрывает. Нет, смотрите, вот куда уходит? Он уходит прямо за угол. Вот он повернул за угол, а вот тут стояла машина. Вот посмотрите, отсюда есть точка точного прицеливания? Нет. Сергей Соколов проходит по делу Вороненкова в Следственном комитете России как свидетель. Он утверждает, что следы убийства Вороненкова ведут к так называемой Днепропетровской ОПГ. Криминальной группировке, на которую работал и Соболь. Мотив – денежные разборки, шантаж. Якобы Вороненков в какой-то момент стал просто неудобен своим покровителям. Была планюрка, говорит, слушайте, что с этим-то делать? И было принято решение, а это коллегиальное решение. Вы откуда знаете, если не секрет? Ну, мне рассказывают, я говорю, потому что дело, да, из Днепропетровской ОПГ. Да, мне рассказывал человек… Источники, которые участвовали в этих… Совершенно верно. Тот человек, который мне первый рассказал об этом, это один из авторитетнейших бандитов Днепропетровской ОПГ. Он и принимает решение, и он совсем близок вот как бы вот к власти. А вот еще один свидетель, утверждающий, что внедрен в Днепропетровскую группировку. Его лицо закрыто, голос изменен по понятным причинам. Он рассказывает о темных делах, в которые якобы был вовлечен Вороненков. Занимался тем, что в Днепропетровской ОПГ. Конституция, обнял, порнуха, проституция, и каналы воронточки. О каких объемах финансовых потоков, проходивших через руки Вороненкова, идет речь? Сотни миллионов долларов в месяц. Лица, близкие к банкам, такие как Мастербанк, Москомприватбанк, говорил, что он еще где-то с 2011 года плотно использовал, так скажем, возможности Приватбанка для конвертации денежных средств через Украину за рубеж. То есть фактически как обнальную площадку его использовал. Стоит вспомнить, что и у исполнителя убийства, Павла Паршова, и у его предполагаемого сообщника, Ярослава Левенца, который в розыске, тоже были фиктивные фирмы в Днепропетровске. Ныне Днепр. Они занимались отмыванием денег. На этой неделе Мария Максакова, вдова Дениса Вороненкова, публично изменила свою версию. Она больше не считает, что к убийству причастны российские спецслужбы. Теперь она склонна думать, что в Вороненкова заказали российские криминальные авторитеты. Имен, впрочем, не назвала, а связи с ними тоже не рассказала. Хотя всего месяц назад в украинском телеэфире она исключала любые контакты супруга с криминалом. Если бы он действительно был тем мелким криминальным элементом, который из него пытаются слепить российские СМИ, то его бы не устраняли такой спецоперацией. Так устраняют только человека, который действительно несет в себе очень большую угрозу. То, что Мария Максакова считает спецоперацией, эксперты называют не иначе, как примитивной атакой. Вспомним киллера Паршова в красных кроссовках и с документами в кармане. И неумелого охранника с запоздалой реакцией. Он то вставал, то падал, стрелял левой рукой и якобы потерял много крови, следов которой на тротуаре не видели. Более того, полиция дала выдоптать все улики, пуская прохожих на место преступления. Спустя три месяца по-прежнему рабочей остается версия о причастности России. Хотя никаких доказательств ее поддержку не обнародовали. Версия спецслужб России, это была, так сказать, 10 или 15 версия. С точки зрения политики ее надо вытащить на первый план. С точки зрения реальных событий, следователей, которые ведут, они вообще, наверное, на эту версию даже не разматривают. Потому что понимали о том, что России, этот человек, эта фигура, ну, малоинтересна. Госсекретом он допущен быть не может. Он близко не знает ничего о том, что происходит этот. На закрытых совещаниях. Утро 27 июня. Центр Киева. Осколки от взрыва «Мерседеса» разлетелись на сотню метров. Шансов выжить у водителя не было. Погибший Максим Шафовал – начальник резерва главного управления разведки Министерства обороны Украины. Как выяснилось, именно его подчиненные занимались охраной Дениса Вороненкова. Очевидно предположить, что он, как руководитель, знал все о передвижениях беглого депутата. Однако связь между двумя убийствами украинская прокуратура сразу исключила. Власти вновь предпочитают искать российский след. Его гибель напоминает нам, что война не только на фронте. Террористические атаки агрессора, который пришел с оружием на нашу землю, могут быть где угодно. Почему человек такого ранга, на похоронах которого выступает президент, ездил без охраны? Зачем на его автомобиле висели номера, зарегистрированные на мотоцикл? И мог ли он пролить свет на убийство Вороненкова? Вопросы, в ответ на которые силовики молчат. А Мария Максакова тем временем поет. Неустанно появляется в телеэфирах, охотно дает интервью, говорит о концертах, гастролях. В общем, делает все, что противоречит трауру и ярлыку безутешная вдова, подогревая общественные толки. Еще не прошло 40 дней после смерти ее любимого, как она говорит, мужа. Она уже выплясывала на невровидении, похудевшая, похорошевшая, с новой прической. Когда ей напоминают о потере, быстро входит в нужную роль. Жизнь без него, это, конечно, для меня пытка. В принципе. На всем этом фоне в СМИ возникло и вовсе неожиданное предположение. Может, на самом деле Денис Вороненков жив, а все это спектакль, поставленный к тому же неумелыми режиссерами. В прессе даже появились свидетельства некой дамы о том, что она якобы видела Вороненкова на пляже в Израиле. Впрочем, эту информацию позже все-таки опровергли. А недавно генпрокурор Украины заявил, что следователи уже близки к раскрытию убийства Дениса Вороненкова. В этой истории остается загадочным еще один момент, а именно личность охранника Дениса Вороненкова. После того, как мужчину с ранениями увезли с места убийства, это место сейчас за моей спиной, о нем ничего не известно. О нем как будто все забыли. Полиция до сих пор не назвала его имени и не проинформировала общественность о состоянии здоровья ключевого свидетеля. Валентина Славьева, Наталья Литовка, Юрий Липатов. Воскресное время. Первый канал. А теперь о добрососедских отношениях. Объем инвестиций из России в Белоруссию в прошлом году достиг 4 миллиардов долларов. Об этом сообщил Владимир Путин. Для бизнесменов на территориях союзного государства создают равные условия. С этого месяца в России можно ездить по белорусским водительским удостоверениям. На форуме регионов России и Белоруссии заключены соглашения на 400 миллионов долларов. Особое внимание техники для фермеров. Электронная начинка в российской и белорусской сельхозтехнике чуть ли не единственный компонент, который пока самим выпускать не удается. А это вопрос национальной безопасности. Нужны отечественные процессы. Они позволят снизить риск хакерских атак из-за рубежа. Чтобы преодолеть отставание в цифровой сфере между Россией и Белоруссией, подписано соглашение о создании единого научно-технологического пространства. От того, как мы с вами сможем ответить на эти технологические вызовы, будет зависеть в значительной степени наша судьба. Поэтому нужно наращивать наши усилия по созданию совместных высокотехнологичных промышленных кластеров. Наши страны располагают значительными кадровыми, интеллектуальными и образовательными ресурсами. Ведущим российским и белорусским компаниям и университетам по силам разрабатывать уникальные технологические и программные продукты, которые могли бы конкурировать на мировых рынках. В компьютерном информационном мире надвигается какая-то новая волна. Что-то в ближайшее время должно произойти серьезное. Какой-то технологический прорыв. Много признаков. На первый взгляд, признаки опасные. Они настораживают. Бум киберпреступлений. Тотальное внедрение бизнеса и спецслужб в социальные сети. Уже ничего и не скроешь. Или вот еще важнее. Новый вид денег. Криптовалюта. Это, конечно, не наличные. Это запись в компьютере. Точно так же, когда вы используете безналичные деньги, тоже делается просто запись в компьютере. Деньги списываются со счета или, наоборот, заносятся на счет. Но есть принципиальная разница. Деньги, которыми мы пользуемся, имитированы государством. Солдера, напечатаны государством. Не так с криптовалютами. Их может создать кто угодно. Как было в старом мире. Предположим, вы захотели выпустить свою валюту. Нарисовали красивые купюры. Напечатали в типографии. Объявили, что меняете их на деньги. Нарублили на доллары. Вы даже не успеете рассказать, почему ваша валюта такая же хорошая, как рублили доллары. Уголовное дело и в кутузку. Потому что государство обладает монополией на выпуск денег. Но так было раньше. Теперь наступает новый информационный мир. И в этом мире выпустить свою валюту можно. Криптовалюту. И за это не будет никакого наказания. А чем отличается валюта в мире физическом от валюты в мире виртуальном? Да ничем. Почему же по-старому сажали в тюрьму, а по-новому с придыханием рассказывают о новых информационных технологиях и превозносят создателей этих технологий? По-видимому, потому что это кому-то выгодно. Каким-то очень серьезным игрокам. Очень влиятельным силам. А так кто бы деньги печатать разрешил, кому не попадя. Именно здесь кроется какой-то прорыв. Кто-то выиграет, кто-то проиграет. Пока не ясно. Все в тумане. Но игра намечается очень крупная. Все началось с чашки чая. Возможно, так напишут историки. Нет, чай-то самый обычный. Историчность момента в способе оплаты. Карта или наличная? А можно заплатить биткоинами? Реальные товары за деньги, созданные в сети, казалось бы, непонятно, как и кем. Впервые в России в одном из ресторанов начали принимать криптовалюту. Откуда у бизнесмена Владимира Смеркиса в кошельке биткоины, так сходу и не объяснишь. Лучше сразу показать. Это самая большая в Москве криптовалютная ферма. Так называются места, где добывают биткоины и другие киберденьги. Именно добывают, то есть майнят. Тысячи видеокарт и процессоров собраны вместе. По сути, в суперкомпьютеры. Круглые сутки они тратят фантастические вычислительные мощности на решение неких математических уравнений. За каждое решение автоматическая награда. Это и есть те самые биткоины или любая другая криптовалюта. Вся мировая система работает сама. Ни от кого конкретного не зависит и построена так, что подделать криптоденьги невозможно. Одна ферма, например, состоящая, к примеру, из пяти видеокарт, зарабатывает примерно 1-2 эфириума в месяц. Это криптовалюта. Что равно на сегодняшний день примерно 500 долларов США. Сколько здесь таких ячеек? Здесь их сотни. Находится их будет еще больше. Мир охватила криптолихорадка. Майнингом занимаются гигантские корпорации, небольшие стартапы, офисные работники, студенты и даже школьники. Это прям реально хайповая тема в сфере заработка. Очень многие люди сейчас берут кредиты, занимают деньги у знакомых, закладывают в квартиры, для того, чтобы создать свою ферму. Головой кружит курс. Раньше биткоин стоил несколько центов. Теперь 2,5 тысячи долларов за штуку. Многие собирают фермы прямо в квартиры. В какой-то момент в столице практически пропали из продажи видеокарты. А теперь и подорожали почти в два раза. Покупают видеокарты очень большими партиями. По 100, 200, 300. Один покупатель у нас хотел купить тысячу штук. Продавцов-консультантов теперь не удивишь майнингом. Помогут собрать свою первую ферму на раз-два. Полностью весь компьютер в сборе. Будет стоить 360 тысяч рублей. Ну вот, наша ферма готова. Момент истины. Сколько же можно зарабатывать, отдав перед этим 360 тысяч рублей? Сейчас мы видим, идет добыча. Примерно 17 долларов в день. При таком раскладе ферма окупится только через год. Еще расходы на электричество, а курсы криптовалют меняются ежесекундно. Они могут, как невероятно, вырасти, так и сильно упасть. Киберрынки уже обваливались, а, например, какого-нибудь киберцентробанка просто не существует. Система устроена так, что работает сама и по собственным законам. Как в известной истории про то, что среди золотоискателей озолотились совсем немногие, но зато те, кто продавал им джинсы, лопаты там и все, кирки, они как раз заработали. Вот здесь та же самая примерно картина. Каково быть женой майнера? Это непросто. Его, короче, целый день не видно. Он приходит только жрать и спать. Шубу хоть раз он вам купил или только фермы покупает? Нет, он покупает все для фермы. Все фермы и фермы. Женат на ферму. Ушел ли криптопоезд для рядовых пользователей или еще есть шанс запрыгнуть? Настоящая лотерея не разберешь. Впрочем, бизнес и даже правительство стран все чаще идут рынку криптовалюты навстречу. Его уже просто невозможно игнорировать. Были совершены операции ирландского молокозавода, условно говоря, большого компания, которая занимается молокопроизводством с австралийским поставщиком. Или же, опять же, австралийская компания с американской компанией. Голландский порт перевел в криптовалюте деньги за определенный груз, который к нему пришел. Вот наш офис. Ребята занимаются диджитал. Филипп – head of digital. Сережа занимается бэкэнд-разработкой. Кто не в теме, не поймет ни единого слова. Сотрудники этой компании говорят, знать про них нужно одно. Двигает новая экономика вперед. Чем она отличается от старых ваших? Всем. Вы собственный банк. Вы контролируете сами свои деньги. Вооружившись технологиями, которые используют рынки криптовалют, Александр Иванов пошел дальше. Создал ни от кого независимую децентрализованную биржу. Может быть более эффектно, чем выпустить свои деньги. Вы можете выпустить свои деньги, можете выпустить свою акцию, свою облигацию. Все это называется одним словом – токен. Выпустить его может каждый, но ценность зависит от ваших личных успехов. К примеру, нужен проект, который заинтересует участников системы, и они будут готовы покупать ваши акции и деньги, а значит и их стоимость будет расти. Все как на обычных биржах, вот только все платежи в криптовалюте. И токен каждого человека или компании по сути становится новой валютой. Вся эта схема – последний писк криптомоды. Сколько-сколько? 30, Вася, центов? У меня только криптомихалычи. Вот еще ждун-донгов возьмите. Да, похоже, в будущем своя персональная валюта может быть практически у каждого. Как говорится, сделай себя сам. Степа, что-то ты проседаешь на бирже. Приведет ли это мир к хаосу или к светлому будущему, сказать сложно. Выделяют даже две группы. Крипто-анархисты верят в то, что кибервалюта и анонимные системы должны вытеснить все традиционное. А криптореалисты ждут, когда привычные банки, биржи и деньги окончательно объединятся с майнерами, фермерами, их биткоинами и токенами. Проснись, Нео, кажется, реальность оказалась запутаннее любой матрицы. Петр Дерягин, Вероника Козлова, Анастасия Берестенко, Муниса Усманова, Вера Морозова и Дмитрий Ремезов. Первый канал. Москва ответила на антироссийские санкции Запада. Напомню, Евросоюз продлил меры против нашей страны еще на полгода. Запреты направлены, в частности, на ограничение доступа западного капитала. Решение принято, несмотря на протесты европейских бизнесменов, подсчитывающих убытки. Ответные действия России – тема заседания правительства. Так заявил Дмитрий Медведев, контрсанкции – это также способ поддержать отечественного производителя. К сожалению, наши европейские партнеры продолжают эту самую неконструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берет верх над экономикой, но и вообще, по большому счету, над здравым смыслом. В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Поэтому вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действия ответных мер еще на один год до 31 декабря 2018 года. Наша позиция известна, она остается прежней, режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив. И Владимир Путин уже подписал указ о продлении до конца 2018 года ответных мер на санкции Запада. Еще одна важная тема, она касается миллионов россиян. Ипотека должна стать более доступной. По словам Дмитрия Медведева, объемы жилищного строительства увеличились, а оформить ипотечный кредит теперь проще. Но административные барьеры в этой сфере по-прежнему высоки. Еще одна проблема – незащищенные права дольщиков. При покупке жилья должно быть больше гарантий. На рынке должны работать профессиональные, финансово устойчивые, приличные, порядочные строительные компании. Для людей покупка квартиры – это всегда огромные деньги. Зачастую все сбережения семьи и очень часто долговые обязательства. И поэтому покупатели жилья должны быть защищены. Вы знаете о том, что принят в первом чтении законопроект о создании фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства. Он был нами подготовлен, обсужден. Вот сейчас проходит законодательное горнило. И еще одна новость, которая касается решения жилищного вопроса. Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации в Москве. Речь идет о программе переселения людей из так называемых хрущевок, пятиэтажных зданий устаревших Сирий. Ранее документ приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Были учтены пожелания людей, которых касается этот закон. Напомню, решение о включении дома в программу принимали его жители. Большинством в две трети голосов. Равноценные или равнозначные квартиры будут предоставлены в том же районе. Это в законе прописано. Владельцы жилья могут также выбрать денежную компенсацию. Хлеб становится невкусным. На многих городах России наблюдается снижение качества этого продукта. А хлеб для нас не просто продукт, не просто еда это символ. В чем дело? Два ведомства, Минпромторг и Роскачество, собираются устроить тотальную проверку качества хлеба. Каждый месяц эксперты будут проверять хлеб в 10 регионах и обнародовать результаты. Хлеб не должен быть дорогим. Человек с самым низким заработком должен иметь возможность купить хлеба столько, сколько нужно. Поэтому власти стараются удерживать цену на хлеб. Но издержки-то растут. И хотя инфляция последнего времени относительно невелика, все равно дорожают и электричество, и транспорт. Налоги надо заплатить. А на чем можно сэкономить? На муке. Где-то пекари начинают снижать качество муки. Вместо высшего сорта берут первый, второй. Доходит до того, что используют муку из фуражного зерна. Фуражным зерном скот кормил. Наверное, это неправильно, хлеб из него печь. Здесь есть опасность. Скажут, виноват бизнес. Хочет урвать себе побольше прибыли. Но я бы не стал бросать камни в пекарей. Это не какой-то сверхприбыльный бизнес. Хлеб пекут не воротилы, не спекулянты. И рентабельность этого бизнеса невелика. Может быть, нужны дотации на хлеб. Они есть во многих регионах. Правда, сейчас все меньше. Денег в местных бюджетах не хватает. И здесь нужно найти умное решение. Как снова сделать хлеб вкусным? Разбирался Евгений Лямин. Вначале мы берем хмель, отвариваем его. Получается вот такая из черной муки хмелевая опара. Мы его завариваем с мукой, и оно у нас спеет. Хлеб по этому рецепту, говорит Александр Исаков, пользуется большим спросом. У предпринимателя пекарня и нескольких небольших магазинчиков. В селе его знают хорошо товар, эволюционно. Пекарь согласился на эксперимент, чтобы показать, из чего могут готовить хлеб. Возвратный хлеб из магазинов размачивают и добавляют уже в тесто. И получается маленько хлебный суррогат. Вот так все новое, хорошо забытое, точнее перемолотое, старое. Продать хлеб еще раз, если из первого захода не получилось. Водичка добавляй. 20% старого хлеба, 80% свежее тесто. И главное, замесить без комков. И вы возвращаете и хлебушек свой старенький, и потом еще и продадите. В двух формах заготовка из такого суррогатного теста. И еще в одну Александр закладывает комок теста по своему обычному рецепту. Вот этот хлеб, допустим, он упругопластичный. А этот, видите, вот, хлеб залипающий. Да, он не такой пышный, но внешне вполне себе, как говорят, зажаристый и красивый. Чуть остынет, вообще не отличить. Он уже как настоящий режется. Вот так. Хлеб, часть вторая, перерождение. Конечно, последнее слово в нашем эксперименте за покупателем. Новым старым хлебом Пекарь угощает прямо в магазине. Придумал новый рецепт хлеба. Хочу протестировать, чтобы вы попробовали, понравится, не понравится. Нет, вот это вкуснее. Ну, в принципе, да, но только маленькая кислинка чувствуется. Ну, как специально сделали с кислинкой, чтобы... Не, ну, а так вообще... Нормальный, нормальный хлеб. Ну, да, претензий не было. Вот так экономически выгодный хлеб без претензий. Всем, кто попробовал, рецепт, конечно, здесь же распрыли. Александр заверил, на его прилавках такого не будет, потому что возврата нет. К обеду полки пустые. Но в целом для отрасли, говорит, реализация самая большая проблема. Магазины не в состоянии реализовать весь хлеб, получается возвратный. То есть хлеб, который они не продали. И сегодня такого хлеба по стране около трех миллионов тонн. Продать любой ценой, не путать за любую цену. Использовать старый хлеб при замесе нового – лишь один из вариантов. К слову, не самый распространенный. Чаще это различные добавки от натуральных до искусственных, в общем, химии. К слову, решая проблему реализации, нередко производители создают новую проблему. Уже скорее для покупателей качества. Вот так, чтобы купить хороший хлеб, наши люди не в одну булочную могут съездить. Позавчера три магазина бегала. В одном ничего не купила, в другом ничего не купила, в третьем ничего не купила. Ну, потому что ничего не нашла хорошего. Выбор большой, проверяй на ощупь и читай внимательнее. Высушенная пшеничная, закваска солодовая. Да, скорее всего, это для взрослых. У Светланы трое детей. Важно все – и качество, и, конечно, цена. Мука пшеничная. Ну, в общем-то, маргарин. Маргарин настораживает. Наверное, я, наверное, не буду брать его. Что там внутри написано, естественно, мелко. Если вообще указано, например, консерванты. Хлеб, который лежит не то что сутками, неделями, попадается все чаще. Как не выбирай. Производителям они экономически выгодны. Потому что вы можете работать на склад. Срок реализации, я повторяю, там 72 часа. Если это хлеб, ну, там, долгоиграющий, да, более длительного хранения, то тогда вы можете накопить это. Вы можете его отправить, скажем, в распределительный центр какой-то сети. И оттуда уже его будут распределять по торговым точкам. То есть срок передвижения этого хлеба будет гораздо длиннее. Может занять и сутки, и двое, и трое, он останется свежим. Такая вот долгоиграющая первая свежесть – это то, что нередко требуют от пекарей торговые сети. Причем под какой бы вывески не работали. Определенный вид кондитерского изделия нужно сделать таким, чтобы он хранился один месяц. И это требование выдвигает у него сеть очень известных фермерских магазинов. Невозможно сделать натуральным путем мучной кондитерский продукт сроком хранения один месяц. Вот вам история про фермерские магазины. Хлеб должен быть не чрезмерно мягким. Вот как, допустим, через месяц вот такой вот мягенький, вот такой вот хлеб залипающий. Он не должен быть таким. Это неправильно. Это уже хлеб чрезмерно обогащенный непонятно чем. Замешивают нередко и улучшители. Не самого хлеба, конечно. Скорее улучшители продаж для придания пышности, для улучшения вкуса. Добавки, которые могут вызывать острые аллергические реакции. В своей практике я наблюдала несколько случаев острого отека гортания после употребления определенных сортов хлеба, купленных в обычном супермаркете, всегда в одном и том же, в котором был очень большой процент искусственных добавок усилителей вкуса. В последние годы увеличивается количество некачественной продукции, снижается потребление хлеба, но при этом, конечно же, разные факторы влияют в целом на снижение потребления хлеба. Это в том числе, конечно же, изменение и потребительской корзины. Потребители должны знать и, приобретая хлебную продукцию, уверенно быть в качестве. Чтобы понять, что за хлеб сегодня на прилавках, Роскачество проводит проверку. Самый популярный батон белый обычный. Как мы можем видеть, изготовлен он, например, у нас по ГОСТу. Широкомасштабная проверка в торговых сетях. Выбор случайный. А дальше весы, пробирки, реагенты, формулы для расчетов. В общем, лабораторные исследования. Но что с хлебом не так, иногда можно определить, просто попробовав. У него такой неприятный вкус, посторонние тона. Это может говорить о том, что использовалась при выпечке и изготовлении хлеба мука низкого качества. Кисловатый вкус может быть тоже из-за муки низкого качества. Результаты этих лабораторных исследований появятся через месяц. Опубликуют на сайте Роскачество. Все в открытом доступе. Правильный хлеб получит вот такой логотип. Что-то вроде современного знака качества. Его уже можно встретить на прилавках кетчуп, мука. За качеством хлеба теперь буду следить, как в процессе производства ничего лишнего, так и в процессе упаковки. Содержание продукта не должно отличаться от содержания на этикетке. Чтобы в конечном счете для покупателей не было так, что хлеб всему головная боль. Евгений Лями, Сергей Золотавин, Кирилл Кушнев, Денис Демешин, Вероника Козлова и Виталий Зайцов. Воскресное время. Первый канал. Финальный этап одного из самых громких судебных процессов. Вынесен вердикт присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова. На скамье подсудимых исполнитель преступления Заур Дадаев и четверо его сообщников. Предполагаемый организатор Руслан Мухудинов объявлен в Международный розыск. После трех дней обсуждения присяжные приняли решение. Фигуранты дела виновны. Нисхождение не заслуживало. Они были задержаны практически по горячим следам. Дадаев дал развернутые признательные показания, потом от своих слов отказался. В итоге все пятеро вину не признали. Теперь на основании вердикта будет вынесен приговор. Подсудимым грозят длительные сроки, вплоть до пожизненного заключения. Напомню, Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В эфире Первого канала «Воскресное время» я Валерий Фадеев. Мы продолжаем рассказывать о главных событиях прошедшей недели. В чем секрет долголетия? Большинство ученых и врачей считают здоровым образе жизни. Правильное питание, свежий воздух, физические упражнения. Не пить, не курить. Но, с другой стороны, известно, что многие старики, чей возраст перевалил за сто лет, никогда не придерживались строгих правил. Основатель геронтологии, науки о старости, русский ученый Илья Ильич Мечников. У Мечникова были выдающиеся результаты в самых разных областях биологии и физиологии. Он лауреат Нобелевской премии 1908 года. Вы можете иногда ввелить в магазине банку с этикеткой «Мечниковская простокваша». Это не название фирмы или населенного пункта. Это в честь ученого Мечникова. Но при чем здесь простокваша? А Мечников полагал, что важнейшим средством достижения долголетия являются кисломолочные продукты. Например, простокваша. Бактерии, содержащиеся в кислом молоке, как бы оздоравливают работу пищеварительной системы, делают организм человека крепче, способны более энергично сопротивляться болезням. В результате человек живет дольше. Мечников был романтик и оптимист. Одна из его книг так и называется «Этюды оптимизма». Вот что он писал в этой книге. Сознание неизбежности смерти, которого лишены животные и которое так часто делает людей несчастными, есть злопоправимое и именно благодаря науке. Наука может и должна в будущем даровать людям счастливое существование, когда люди забудут большинство болезней. Подобно тому, как они могут не тревожиться теперь из-за чумы, холеры, дифтерита, бешенства и других бичей до последнего времени, угрожавших им. Тогда на первый план еще более, чем теперь выступит искание удовлетворения высших потребностей душевной жизни. Прошло более ста лет. Продолжительность жизни в развитых странах увеличилась раза в два. Примерно 40 лет в начале 20 века и под 80 лет сейчас. Наука и медицина дали фантастические результаты. Другое дело. Даровала ли наука нам счастье, как надеялся Илья Ильич Мечников? Мы с мужем переехали в Испанию из Британии, но через полтора года он умер от рака, и мне нужно было себя чем-то занять. Я решила увлечься тем, что было моей первой любовью – это танцы. Когда Сара Джонс пришла в танцевальную студию, там лишь покрутили пальцем у виска. Да вы сумасшедшая! В 70 лет невозможно танцевать фламенко или сальсу. Сегодня ей 83. От того, как отплясывает на паркете, голова идет кругом у зрителей, не у нее. Сара Джонс – старейшая исполнительница сальса на планете. Официально в Книге рекордов Гиннеса. Победа в британском шоу талантов, уроки по всему миру, не боятся экспериментировать. По ее мнению, здоровый авантюризм – это ведь тоже, в какой-то мере, лекарство от старости. Люди думают, что я должна быть на диете и должна все делать правильно. Но это не так. Я, например, люблю шоколад. Когда я двигаюсь, работаю, вот это, говорит, мой самый интересный, что сейчас, в данный момент, мне, говорит, интересно, когда я работаю, хотя бы хожу. Вот если я останусь, вообще, я, наверное, бы, столько бы не прожил, если бы не работал. А Пазу Илиеву 117 таких, как он, называют супер-долгожители. В мире их не больше десятка, при том, что в семье и дед прожил 120 лет, и брат с отцом перевалили за сотню. Наукой, конечно, доказано, мы – то, что заложено в генах, а значит, и предельный возраст кроется где-то там. Но геронтологи, те, кто занимаются изучением причин старения, говорят, от того, что содержится в молекуле ДНК, продолжительность жизни зависит лишь на треть. Остальное – субъективные факторы. Вот злые люди живут меньше. Это по статистике известно. Почему? Потому что стресс, что такое злость и так далее, это стресс, который направлен против себя же. Вырабатываются гормоны, там, кортизол и так далее, которые подавляют иммунную систему. Поэтому позитивный настрой, миролюбие, твое микроокружение и дома, и на работе является крайне важным лечебным фактором. Все должно быть в состоянии боевой стойки. Вот, раз, вот укол. Другого смысла слово «укол» Ксения Таджиева не знает давно. Вот фу-фу-фу, я гриппом, знаете, когда последний раз, вот при всех этих, по-моему, в 72-м или 73-м году, честное слово. Врачи, больницы, процедуры – это не про нее. Разве на это нужно тратить время в свои 84? Она воспитывает уже третье поколение фехтовальщиков. И в начале 2000-х, когда профессиональному тренеру было впору подумать о пенсии, предложили выступать за сборную страны среди ветеранов. Когда трибуны кричат «Россия! Россия!» – это вообще что-то невероятное. С тех пор Европа, Россия, мир, каждый год кубки и медали. Она сама признается, ее режим дня сложно назвать правильным. Чашка кофе порой натощак и целый день в работе. Вредных привычек, конечно, нет, но по жизни старается ни в чем себе не отказывать. Говорят, ой, вот это вредно, там кушать еще. Не знаю. Я на это не обращаю внимания. Нет, ну как же, поднять бокал, чего-то. Да еще если я выиграла чемпионат Европы, мне еще дарят бутылку шампанского, мы ее, конечно, разопьем там сразу. Не повезем же мы ее в Россию. Сложно не согласиться физкультурой и спорт организму на пользу. Но можно ли замедлить старение другими способами? Программа старения, каким-то образом она выполняется, она записана в ген. А программа, как говорят программисты, ее можно хакнуть, сломать. Программа старения. Если исходить из того, что она запущена, как один из механизмов эволюции человека, говорит академик РАН, профессор Владимир Скулачев, то ключ к замку найти проще, чем, кажется, голодание, когда организм понимает, на кон поставлена жизнь. И когда вы меньше начинаете есть, и вам хочется есть, то это записывается специальными сенсорами, которые у нас есть, на количество и качество пищи. И они дают приказ отменить программу старения, которая контрпродуктивна для организма. И бог с ним пока с эволюцией. Когда голод пройдет, тогда можно будет опять вернуться к старению. Голодание, но осторожное, ведь иначе и авитаминоз, и нехватка белков – самый правильный рецепт написан еще в Библии. Необходимо соблюдать посты. Что такое пост? Это ограничение питания. Это не голод. Нужно меньше есть. Насколько меньше? На 30%, на 40% меньше, чем обычно. Какой-то достаточно длитный период времени. Ну, например, неделю, две недели. Статистика показывает, через пару-тройку лет в мире будет больше миллиарда людей под 70. Человечество стареет в принципе, говорят специалисты. И у современной науки нет задачи увеличить срок жизни любой ценой. Важно продлить жизнь активную. Вот уж точно непреклонный возраст, когда тебе 101, а ты чувствуешь, что еще готов прыгнуть с парашютом. Британец Брайан Уильям Хейс – ветеран войны, участник операции по высадке в Нормандии. И пусть спуск в тандеме, но высота в 4 километра. Тут и у молодого человека коленки трястись будут, а он вот так показывает. Никакого страха. Главное не думать о том, что годы уходит. Одна из психологических уловок максимально продлить молодость. Самопрограммирование ведь еще никто не отменял. На уровне генетики тоже можно кое-что скорректировать. Так называемый генетический паспорт позволяет определить предрасположенность организма к старческим заболеваниям и подобрать вещества, которые могут эти процессы замедлить. Мы генетику не меняем, ни в коем случае, а просто изменяем ее функционирование, понижаем активность, скажем так, вредных генов. И речь здесь не о чудо-таблетках от старости, но о веществах, которые способны запускать полезные процессы в клетках организма. Владимир Скулачев как раз разработал подобное, но пока тестирует эффективность на себе. Я уже 4 года, как его, принимаю через рот, утром натощак, каждый день. Безусловно, резко увеличилась трудоспособность. Моя мечта – это создать лекарства, которые будут добавлять, допустим, в поваренную соль и все принимать. К слову, мечта – это тоже то, что может продлить жизнь. Хорошо знает психолог Рашель Форд. Она всегда хотела стать скульптором и в свои 80 добилась задуманного. Говорит, что, по сути, сегодня начинает новую жизнь и тому же учит других. Я получаю звонки и письма с отчетами о том, как я им помогла, что они собрались силами и что-то начали делать. Я объяснила, что это нормально и что жизнь интересна до последнего вздоха. Воскресное время. Первый канал. Мир захватила новая игрушка – спиннер. Спиннер – английское слово «крутить-вертеть». Спиннер – вертушка, вертелка. Это штуковина, которую вертят в руке. Считается, что спиннер помогает успокоиться и сосредоточиться. Некоторые врачи рекомендуют шумным, неугомонным детям. Другие говорят наоборот. Эта штука мешает сосредоточиться. В некоторых школах США спиннер запретили. Идея интересная, но не новая. Эта идея уже несколько тысяч лет. И вы все знаете предмет, который помогает сосредоточиться. Это четки. И придуманы они во втором тысячелетии до Рождества Христова. Придуманы в Индии. В принципе, это предметы религиозные. И в христианстве, и в исламе, и в буддизме. Их используют, например, для счета прочитанных молитв. Четки самые разные. Вот такие небольшие четки. Здесь 10 зерен. Перебирание четок позволяет сохранить внимание и даже бороться со сном. Четки держатся четвертую тысячу лет. Посмотрим, сколько продержится спиннер. Зверский ажиотаж. Игрушка под названием спиннер. Вихрим облетела планету. Самые модные выкрута с сезона. Обычные подшипники, несколько лепестков. Казалось бы, все просто до гениального. От калифорнийских пляжей до рязанских детских лагерей. Миллионы людей стали легким движением руки выяснять, кто круче. Круто, ого, ничего себе. Повальное увлечение охватило целые отряды, вожатые в ступоре. Что за фокус? Дети отвлеклись от телефонов и планшетов. Хочу побольше, чтобы была целая гора. Не знаю зачем. Смотришь на него иногда и просто что-то непонятное у тебя внутри творится. Просто приятно. Он и задумывался, как антистресс. Только для белых воротничков в США, кто целый день стучит по клавиатуре. Журнал Forbes в прошлом декабре назвал новым офисным трендом. Но в офисах он не задержался. И весь мир словно съехал с катушек. Россия, например, узнала, как устроить круговорот из вазовских девяток. Это был просто супер антистресс. Это прямо было отлично. Там столько было эмоций, столько позитива. А за океаном отличились вертушками из сухого льда. И даже такими спиннерами. Ажиотаж такой, что продавцам иной раз было не до смеха. Никита Денисов вспоминает шквал звонков, когда сердце сжималось. Спиннер, который, если у нас нету в наличии, то школьники плачут. Слезы школьника. Это рабочее название. Не шучу. Теперь тут есть титановые, карбоновые, даже с карабином удобно в походе. Или вот первое отечественное изделие. Алюминиевый спиннер. Хотели сделать под чемпионство Спартака. Подходит по форме. У нас просто руки не дошли. Удивительно, но впервые все в свои руки взяла американка Кэтрин Хеттингер больше 20 лет назад. В 90-х придумала для дочки такую игрушку. Продвигала как средство терапии для школьников с аутизмом и рассеянным вниманием. Раскрутиться не удалось. Она потратила невероятное количество времени и сил, но ничего не вышло. У нас даже не было денег, чтобы продлить патенты. Когда срок патента истек, технология открылась всему миру. Спиннеры были созданы для арт-терапии, для избавления от тревог. Но началось повальное увлечение ими в школьных дворах. От школы к школе, от страны к стране. Так, спиннер стал одной из тех модных игрушек, которые появляются каждые 2-3 года из ниоткуда. И неизвестно, почему такой продукт становится модным. Эту моду уверены психологи, диктует время. У каждого поколения свой антистресс. Совсем недавно школьники любовались причудливыми пластиковыми пружинками. С утра до вечера бросали резиновые попрыгунчики в пол, стены, куда ни попадя. И даже рыдали на взрыв, когда умирал любимый Тамагочи. Сейчас рынок завален современными и высокотехнологичными гаджетами. Каждому школьнику рукой подать до смартфона и робота. И вообще от разнообразия буквально голова идет кругом. И в этот момент рынок захватили напротив простые и очень дешевые игрушки. Настолько, что им все возрасты покорны. Класс? Нормально? Вот это самое лучшее, что можно придумать. Все это теперь называют фиджетами или гаджетами для пальцев. Хотя те, кто постарше, скажут идея давно витала в воздухе. Достаточно вспомнить эспандеры четки, как перематывали аудиокассеты карандашом или собирали подшипники во дворе. В моем детстве, если что-то делать тоже из подшипников, подшипники это вечно. Как ни крути, спиннеры теперь бизнес с оборотом в миллионы, где Россия по продажам на втором месте в мире после США. В московских пробках можно купить игрушку за 200 рублей, на закрытом аукционе эксклюзив ручной работы за десятки тысяч долларов. Чудодейственные свойства при этом никто так и не доказал. Ловкость рук. Это не более чем рекламный трюк. То есть, если туда еще вписать кроме антистресса, противоневротизации, антифобических каких-то, еще вброс сделать, что очень помогает при борьбе с алкогольным похмелем, то аудитория приобретающих расширится. Хотя передозировка уже наблюдается. Спиннеры запретила треть американских школ, отвлекают от учебы. Есть надежда, что это помогает детям концентрироваться, но некоторые ведь увлекаются, громко играют, хвастаются, бросаются спиннерами в других. В общем, теряют контроль. Это же просто игрушка, а не лекарство. Иногда и настоящее лекарство нужно. Порезы, синяки под глазами. Кто-то даже глотал детали спиннера, а последние модели с электронной начинкой стали взрываться в руках. «Одумайтесь, люди!» – призвал пастор из Парагвая. Хуан Мариано Авалос окрестил спиннер творением сатаны. Обратите внимание, когда ваш ребенок крутит спиннер, он делает руками знак дьявола, сатанинский знак. Нечистого вызвать пока никому не удалось. Зато удалось милицию в белорусском Гомеле. КВНщики из российской команды «Союз» записывали безобидное интервью со спиннером в руке. Но что-то пошло не так. Приехала милитейская машина, оттуда вышли два доблестных милиционера. Шлема с дубинами. Взяли дубины, надели шлемы и просто задали один вопрос. Что вы здесь крутите? Модные тренды, похоже, дошли не до всех. КВНщиков отвезли в отделение. Стражи порядка, впрочем, были вежливы, заполняли протокол, пока крутится спиннер. Про это приключение можно было бы придумать отличную шутку, но жизнь смешнее любого сценария. В протоколе было написано, они крутили спиннер, но ничего не откручивали. Пожалуй, в этом и есть весь смысл. Очередная безделушка обвела человечество вокруг пальца. И сам собой напрашивается ответ на вопрос, который вертится на языке. Я думаю, что все крусят спиннеры, чтобы понять все-таки, зачем они крутят их. Но и в итоге никто не понимает. Иван Прозоров, Игорь Крившков, Денис Демешин, Валентин Стуканок, Евгений Маруськин, Анастасия Берестенко. Воскресное время, Первый канал. Завершается Кубок Конфедерации. 21 час по Москве, финал. Чили, Германия. Трансляция финала на нашем канале. Никогда еще в нашей стране не было такого серьезного футбольного турнира. Были Олимпиады, летние, в 80-м году. Зимние, в Сочи, три года назад. Чемпионаты мира, по самым разным видам спорта. А вот футбол обходил нас стороной. Хотя сборная Советского Союза по футболу была и чемпионом Европы, и чемпионом Олимпийских игр. В полуфинале чемпионата мира играли. Российская сборная, правда, такими успехами похвастать пока не может. А Кубок Конфедерации прошел с большим успехом. Посещаемость матчей под 40 тысяч. Атмосфера на трибунах доброжелательная. Болели за разные команды. И болельщики, и спортсмены разъезжаются с теплыми чувствами. В этом убедилась Наталья Люблинская. Великолепная четверка. Москва, Петербург, Сочи и Казань. Я всем им хочу сказать добро пожаловать в Россию. Welcome to Russia. Большой турнир. Повод приехать из разных уголков планеты. Вообще, лично, сегодня я покушаю, я топ-то больше покушаю. Вообще, очень вкусно. Поэтому мы будем века. Очень вкусно. Наконец, зрелищный футбол. Звезды мировой величины. В составе национальных сборных Германия, Португалия, Чили и Мексика вышли из группового этапа, подарив немало острых моментов. Чили и Португалии не хватило даже дополнительного времени в полуфинале, чтобы открыть счет. Серия пенальти. Всегда лотерея. Но чилийский вратарь оправдал свою фамилию. Браво! Он отразил три удара подряд. На замедленных повторах видно, Клаудио Браво сбивал с толку атакующих то рукой, будто подсказывал, что готовится прыгать в другую сторону, то вовсе делал обманный рывок. После этой игры лучший бомбардир планеты Криштиану Роналду покинул сборную Португалии, хотя сегодня матч за третье место. А Роналду край, 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 край. Причина веская. Он стал отцом. Я душой и телом был со своей командой, даже когда у меня родились сыновья. К сожалению, мы не смогли достичь поставленной цели, но я уверен, что в дальнейшем мы будем радовать португальцев. А его одноклубник Пепе теперь обладатель персональной матрешки. В соцсети футболистов полны впечатлениями о России. До Кубка нас пугали проблемами, что в России никому нет дела до футбола, что команды откажутся приезжать. А у нас были прекрасные люди и прекрасная атмосфера. Нас пугали хулиганами, расизмом. Ни одного инцидента. Теперь мы ждем такого же теплого приема на чемпионате мира 2018. Сотни репортажей были сделаны за время Кубка. Оценки иностранных коллег самые лестные. А ведь им есть с чем сравнить. Нуна Луз отработал на пяти чемпионатах мира. Я побывал, наверное, на тысячи стадионах и российские высочайшего уровня. Пять звезд. Гостеприимство удивило даже тех, кто бывал в России не раз. Русские люди готовы общаться и встретиться с иностранцами. Они хотят так. Русские люди горжутся своей страной. Это логично. И они хотят показать самое лучшее как лицо по России. И это сердце. Многие наслушались про агрессивных фанатов, ехали с опаской. А теперь даже немцы выучили. Здравствуйте! Здравствуйте! 450 тысяч человек оформили паспорт болельщика. Для иностранцев он упростил въезд. С паспортом болельщика тебе не нужна виза. Не нужно заполнять всякие бумажки, ждать ответа. Просто собираешь вещи и вперед. А всем фанатам еще и переезд. Поезда между городами бесплатно. Городской транспорт тоже своего рода футбольное удостоверение личности. Они сразу ассоциируются с футболом. Не нужно задавать дополнительных вопросов. Им помогают. Видят паспорт болельщика. К ним подходят волонтеры. Не только около стадиона, но или где-либо в городе. Еще одно новшество. Система видеоповторов. Она впервые применялась на соревновании такого уровня. Матч Португалия-Мексика. На 21-й минуте отменяют гол защитника чемпионов Европы Пепе. Видеоассистенты зафиксировали оффсайт у португальцев. Это изменило результат игры. Ничья. Даже главный арбитр FIFA Пьер Луиджи Калино, известный в прошлом любителям раздавать желтые карточки, отметил жесткую дисциплину на газоне. Всего было показано 47 желтых карточек и 2 красных. То есть по 3 с небольшим в среднем за матч. Все матчи сыграны по-честному справедливо. Три матча, что провела на Кубке сборная России, теперь повод для дискуссий. Два поражения и одна победа. Из группового этапа выйти не смогли. В профессиональном спорте нет обида или не обида. Нам свои хорошие моменты надо запомнить. Неважно разобрать и идти дальше. Болельщики согласятся переживать горькие поражения до слез, как это делал Месси на Кубке Америки или Дебало в Лиге чемпионов. В нашей сборной было не принято. Игроков обвиняли в безразличии. Обновленный состав показал себя по-иному. После финального свистка на игре с Мексикой плакали и на трибунах, и на поле. Армия болельщиков серьезно пополнилась благодаря турниру. Я смотрела все матчи Кубки Конфедерации и болела за нашу сборную. Супер атмосфера. Будем ждать следующего года чемпионата мира с нетерпением. На стадионы приходили с женами, девушками, дочерьми. Даже организаторы отметили этот факт. У нас среди волонтеров тоже больше девушек. Так получилось. То есть действительно интерес женщин растет, безусловно. А женский взгляд на футбол особенно интересен, когда репортаж ведет бывшая мисс Вселенная. Инна Саенс – одна из самых известных журналисток в Мексике. Есть мнение, что русские холодные, но я лично видела множество улыбок. Я уже сказала своей семье, что мы должны все вместе приехать на Мундиаль. Я хочу привезти сюда своих детей. Сегодня финальный день Кубка Конфедерации. Решается все. За третье место сражаются Португалия и Мексика. Матч за первое место. Чили против Германии. Действующего чемпиона мира. Первый канал покажет в прямом эфире. Чилийских болельщиков на днях даже оштрафовали. Ведь они умудрились болеть и лечить прямо в операционной. Оракул Кубка Конфедерации. Кот Ахилл из Эрмитажа уже сделал свой мяу-выбор. Наталья Люблинская, Юлия Заграничного, Катерина Коряка, Александр Гусев. Первый канал. Итак, сегодня в 20.50 по московскому времени главный интригер. Кто возьмет Кубок Конфедерации в России? Финальный матч Чили-Германия на Первом канале. А в следующем году чемпионат мира. Он тоже пройдет в России. Стадионы готовы, аэропорты модернизируют, гостиниц много. Народ мы гостеприимный. Уверен, чемпионат проведем достойно. А вот команда наша, как она выступит? Надежда всегда есть. По крайней мере, проблемы нашего футбола понятны. И как его развивать тоже известно. Осталось только это сделать. Думаю, что чемпионат мира и станет тем толчком, который сдвинет наш футбол и победы придут. Вы смотрели «Воскресное время» на Первом канале. Мы рассказали о главных событиях прошедшей недели. А прямо сейчас летняя серия игр интеллектуального клуба «Что, где, когда». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok